Всем привет! С вами Ян Агеенко. Сегодня у нас вторая часть видео про правила дизайна кнопок. Если вы не смотрели первую часть, рекомендую перейти по ссылочке и посмотреть. Также, если вы не подписаны на этот канал, рекомендую подписаться, поставить лайк этому видео и колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные уроки о дизайне. Итак, поехали. Правила дизайна кнопок. Часть вторая. Оформление кнопок не должно противоречить их смыслу. Есть много разных мифов про использование цветов, про продающий красный, про то, что красные кнопки ассоциируются с чем-то плохим или опасным у людей. На самом деле нет. На самом деле вы можете делать кнопки абсолютно любым цветом. Если у вас в целом цветовая схема на сайте, например, зеленая, то делать зеленые кнопки вполне допустимо. Точно так же и с красным цветом. Но, все-таки, есть такие действия определенные, которые просто нельзя делать противоположным по значению цветом. Например, кнопку удалить делать зеленой точно не стоит. Ее можно сделать, например, черной или серой. Но никак не зеленой. То же самое и в обратную сторону работает. Если вам нужно, например, добавить какой-то элемент, то красным цветом такую конкретную кнопку лучше не делать. То есть мы используем либо нейтральные цвета, либо цвета, которые кодируют определенное значение. Далее. Кнопки лучше оформлять в стандартном виде. То есть текст в прямоугольнике. Это сделает кнопку максимально похожей на кнопку. А значит пользователи легко смогут понять, что это такое и как с этим взаимодействовать. Конечно, иногда бывают ситуации, когда вам прям хочется покреативить и сделать, например, кнопку в виде какого-то текста по кругу расположенного. Либо в каком-то еще другом креативном варианте, например, в какой-то иллюстрации. Опять же, иногда, возможно, это можно сделать. Но учтите, что такие решения всегда, без исключения всегда, плохо влияют на юзабилити. То есть если вы готовы этим пожертвовать, и ваш заказчик готов, и для пользователя это тоже не очень-то важно, то тогда можно такие приемы применять. Но в абсолютном большинстве случаев, 99,9%, лучше все-таки использовать стандартный вид кнопки. Далее. Все кнопки на проекте должны сочетаться по стилю. В первом примере, почему плохо? Потому что одна кнопка у нас с градиентом и с тенью, и с вот таким шрифтом. Другая с обводкой, при этом с полным скруглением углов. В отличие от первой кнопки, которой вообще не было скруглений. Здесь шрифт написан капслоком. Последняя кнопка, она контурная, у нее среднего размера скругления, и используется курсив. То есть здесь каждая кнопка выглядит абсолютно по-разному, и они сделаны в разном стиле. Во второй ситуации кнопки на самом деле тоже разные, но стиль у них одинаковый. За счет чего? За счет того, что у них одинаковый шрифт, одинаковая форма, как минимум. Да, они могут отличаться по цвету, либо по типу. То есть это может быть такая primary кнопка с заливкой, да, более контрастная, либо secondary с обводкой. Но, тем не менее, они все выдержаны в едином стиле, а вот эти изменения, они несут в себе какой-то смысл. Например, заливка показывает, что кнопка наиболее важная, а красный цвет показывает, что это какое-то опасное действие, да, на кнопки удалить. То есть кнопки могут быть разными, также они могут быть разными, например, по размеру. У вас могут быть большие, средние и маленькие кнопки на сайте. Но стиль у них все равно должен быть одинаковым. Если две кнопки на вашем сайте чем-то отличаются, то это что-то должно иметь конкретное значение. Либо это иерархия, либо это кодирование какого-то действия и так далее. То есть просто так, просто потому, что вам захотелось сделать кнопки по-разному, это плохо, это плохое решение. Дальше. Следует делать дизайн всех возможных состояний кнопки. Когда вы рисуете кнопку, стоит подумать, а вообще какие возможны ситуации, да, как она может себя вести, эта кнопка, и что пользователь может с ней сделать. Вот здесь, ну, такое минимальное количество этих состояний, это обычное состояние кнопки при наведении, при наведении мышки в фокусе. В фокусе это когда с помощью клавиатуры, с помощью клавиши Tab, например, человек перешел на эту кнопку. При нажатии кнопки, ну, и вот если при наведении мы, например, можем кнопку сделать объемную и выпуклую, за счет тени, которая идет у нас снизу, то при нажатии оптимально делать кнопку как будто немного вогнутую, да, то есть как будто нажатую. Также можно менять немного цвет, например, при наведении, при фокусе, при нажатии. Здесь вот в сравнении с обычным состоянием цвета сделаны чуть-чуть темней. Еще один вариант, это неактивная кнопка, когда у нас есть, например, какая-то форма, которую сначала нужно заполнить, и только после того, как пользователь введет данные, он сможет нажать эту кнопку. В этом случае кнопка у нас показывается, но она показывается в каком-то вот таком сером приглушенном виде, чтобы было понятно, что она пока еще не активна, но может активно и стать. Также у кнопок могут быть и другие состояния, например, это состояние загрузки, либо обработки какой-то информации. Здесь уже все индивидуально, то есть вы смотрите на конкретно свой случай и продумываете для своего случая все возможные состояния, каждое из них отрисовывается. Далее, кнопки должны быть достаточно крупными, особенно это касается мобильных интерфейсов. Если на десктопе мы, в принципе, мышкой можем достаточно легко попасть даже в какие-то мелкие элементы, то когда человек пользуется мобильным интерфейсом, например, мобильным телефоном на ходу или где-то в транспорте, то ему очень неудобно попадать пальцем в мелкую кнопку. Поэтому самый вообще минимальный размер для кнопок их кликабельной области это 40 пикселей. Лучше, конечно, делать больше. То есть оптимально это 50-60 пикселей, можно еще больше, если хотите. То есть лучше сделать более крупный размер, чем более мелкий всегда. Следующая рекомендация. Текст в кнопке должен быть максимально информативным. Допустим, у нас есть форма, которая состоит из нескольких шагов. Мы можем после каждого шага просто делать кнопку следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг. Но это не совсем понятно для людей, что именно будет на следующем шаге. Возможно, кто-то будет опасаться, что следующий шаг какой-то опасный. Поэтому, чтобы у людей не возникало каких-то сомнений, мы сразу даем им понимание, а что же конкретно будет на этом следующем шаге. Ну, например, там будет этап заполнения профиля. Еще одна рекомендация. Тоже часто встречается ошибка у новичков. Это стремление делать кнопки полупрозрачными. Это абсолютно плохая идея. Из-за этого сильно страдает читаемость кнопки, появляются какие-то лишние шумы на фоне. Поэтому так не делаем. Если у нас кнопка расположена поверх какого-то изображения, ну или в принципе вообще, где бы она ни располагалась, у нее не должно быть полупрозрачности. Она должна быть сплошным стопроцентным цветом, каким-то залитым. Причем цвет этот должен быть контрастным по отношению к фону. То есть, если фон темный, кнопка, соответственно, должна быть светлая. Если фон светлый, то кнопка темная. То есть, она в любом случае должна хорошо выделяться. Это, кстати говоря, не относится к контурным кнопкам. Тогда у нее будет абсолютно прозрачный фон и какая-то обводка. Это допускается. Но вот когда у нас именно заливка, она не должна быть полупрозрачной. В принципе, на этом сегодняшнее видео мы заканчиваем. Если оно вам понравилось, если хотите новых таких видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. А если хотите научиться дизайну в максимально сжатые сроки под руководством опытных дизайнеров, кураторов, которые ответят на все ваши вопросы, проверят все ваши работы и дадут какие-то рекомендации и обратную связь о том, как улучшить ваш дизайн. Если вы всего этого хотите, то приходите ко мне на курсы. Ссылка будет в описании этого видео и также в шапке профиля на ютубе. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok